ну здравствуй дорогие зрители это или днрс значит я продолжаю набивать баунти для юрей шнурка инженер в общем я уже слетал с долома маленько первый раз я неправильно подумал думал что нужно охотиться на пиратов оказывается нужно баунти набивать зона конфликта вот я ему сдал сколько 800 400 200 тысяч два раза я уже подох два раза у меня корабль взорвали это вышло получается по страховке по 12 миллионов и сейчас я лечу опять нахватывать зону конфликта сейчас я посмотрю у меня боеприпаса на есть так так вроде все есть все нормально так и здесь отключим хотя разницы нет он не просто поудобно так и сейчас полетим в зону конфликта а на здесь хэром заполню отнятие hull другая Фрэмпшип драйв чарджи 4 3 2 1 Энгейдж 4 2 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 18 18 22 15 17 22 18 15 16 16 21 21 21 22 22 Нужно выбрать сторону. Ну по бою им не знаю, давай за партнершип. Чё-то их много, не ту сторону наверно выбросов, размотают меня. Ну вот первая цель, и начинаем. Встреча с атакой. Оп, помогал. Встреча с атакой. Встреча с атакой. Встреча с атакой. Не понял. А, это он. Встреча с атакой. Теплотвод сбросил. Встреча с атакой. Встреча с атакой. Встреча с атакой. Встреча с атакой. И он по нам с рельсу херачит. Встреча с атакой. вот так есть а его убили так и доля запарюсь перекручивать вот давай вольтур попробуем вот он рядышком как раз попал смотри кто выиграл вообще по мелким кораблям очень сложно не понимаю есть умельцы которые легко все это делать но у меня руки не с того места вот так ну вот по нему он попадает ладно хорошо элита ракеты ну да непростая вольтура то оказалась покрутимся маленько не не попадал так съем баночку а а а а Не, я убью сегодня, нет. Все, он труп, вот нас добили союзники, так вот асп, а вот это у нас питон пинает сзади, вот он на нас попадал. Так. Так. Не получается он так, вот. Баночку еще съем. О, попал. А, ну все он, друг. Заказ. Температура критика. Баночка, 7 километров далеко. Так, вот это сколько, 3 километра, вот на это упадет. Таргет шилдов, оффлайн. Оп, сейчас он должен на нас согреться. Таргет шилдов, оффлайн. Таргет шилдов, оффлайн. Так, кто там по нам пинает из этого, из рельси, кто там по нам пинает. Вот так вот, ладно, попробуем. Попал. Таргет устроить. Так, кто там по нам пинает-то? Так. Вот он, кобра. Таргет шилдов, оффлайн. Ну, плазма я вряд ли по нему попаду. У них еще в неписи привычка поставить свой корабль то есть в плоскости, что и мой корабль. То есть, если я ворщаться начинаю, он пытается тоже плоскость выровнять. Так, баночку сожрем. О, как раз ему надо белочку еще. Так, еще баночку. У нас очень много народу бьют тут. Вот так вот плазма я не попал. Так, не попал опять. Но он тоже банку завязал, да? Так, надо отвалить маленько, поменять банки. Так. 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 ТА. Так. justify Мизерный Возвращение. Температура критическая. Возвращение. 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 Температура критическая. Таргет защитная. Таргет защитная. Таргет защитная. Снимаю. Давай флагмачкой, оп! Промазал. Еще разок. Ну, попал, отлично. Ой, перепутал клавишу. Ладно, не помешает. Все, готов. Так, сколько у нас в баунте? 200. Все, отваливаем отсюда. Продолжение следует. Продолжение следует. 4, 3, 2, 1, engage. Ну, все, набили. Сейчас пересяду на АДП. Долетим до Юрия Ишмарка. Не помню, что он улучшает. По-моему, что-то вроде мины, ракеты. Не помню. Сейчас прилетим, посмотрим. Хотя можно посмотреть сразу на него корабля. Так, вот туда. Делай С-АЛФА, РОВЕМБЕ, ЭКС-РАЙ. Счастливая мероприятия будет обеспечена. Поехали на суд. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Третья смеха с шатком. ну вот почему в первого раза вроде ровно приземлился никак не хочется так сейчас все отремонтируем и переходим на заправим плазму так топливо и берем а от полетенки и рисмарку посмотрим что он улучшает а Продолжение следует... 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 так вот по моему когда вот это красный радар стал можно на полную катушку давить дроссель и уже не будет выхода ну в нормальный корпус гладь должен включить ну да 111 км в глади если по пушкам лететь или если в обычном космосе это разные вещи в обычном космосе гораздо дольше это будет правда в глади корабль качает неплохо но еще я с джойстиком пружину снял то есть я центр не всегда могу найти но воевать очень удобно пружина мешает если воюешь вот этот черный я так понимаю что этого пилота перегрузка расцветили сейчас оп и опять тут вот я думаю что это перегрузка или тупня графики может быть лейкон альфа новэнбер x-ray fly to control онлайн welcome commander request knocking permission if you wish to land ой прям перед нами вновь и и а и и и Так и аккуратненько. Вот так приблизительно хорошо. Сразу в ангар. Посмотрим, как у него ангара выглядит. Может по-другому. Ну, ангар такой же. Так, мы все пристыковались. Посмотрим, что у него есть. Так, заправим. Жертвуем. Все готово. Что он делает? Торпеды, мины, ракеты. Мины делают по пятому уровню. Ну, допустим, вторая ячейка. Что он делает? Местительный магазин. Так, вот мы сразу пятый уровень посмотрим. Размер боекомплекта в два раза. Максимальный боекомплект в два раза. Ну, я говорю, сколько максимум можно выжить, да? Масса. Ну, плюс полмассы еще. Время перезарядки дольше. Многопотребление. После 30 процентов. А, может быть 39 процентов, да? Время перезарядки может быть в два раза дольше. Так, улучшение скорострельности. Урон в секунду. Скорострельность. Сам урон меньше. Колебания увеличиваются. Это, видимо, если без наведения ракеты, я так понимаю. Меньше капоситера жрать будет. На ноль. Меньше на ноль. Время перезарядки увеличивается. Хорошо увеличивается. Так, дальше. Легкое крепление. Ну, это, да, в силу целостности. Точнее, наоборот, в силу массы энергопотребления. Это самое, жертвуем целостности. Прочное крепление. Целостность увеличивается. Увеличивается также бронебойность. Тепловая нагрузка уменьшается. Но увеличивается масса. Аж в три раза получается, да? И больше. То есть, ну, не знаю, для тяжелых боевых кораблей может быть. Но по этим модулям, по-моему, обычно не стреляют. Но то, что бронебойность улучшится, да, это хорошо. Ну, не знаю. Надо что-нибудь из этих вещей поставить, покачать. Я думаю, что он откроет нам еще одного инженера. Ну, давайте посмотрим, у него есть что-нибудь. снаряжение. Миную ракету купим. Если есть. Так, у меня все грейзенные. Ну, наш класс дадим. Так, и вот это наш класс дадим. Не купим одну мину, одну ракету. Можно еще, конечно, и торпеду взять. Но посмотреть, чтоб нам по ресурсам ничего больше. Да, наверное, я еще торпеду. Сейчас посмотрим, магазин у него вообще есть. Да, у него торпедка нет. Возьму одну мину. Так, покупаем. И одну ракету. Я имени один раз пользовался ракетами. Минами не пользовался. Не знаю вообще принцип действия. Но я думаю, что мины это хорошая штука, если когда от кого-нибудь сваливаешь, и вот мины выплевываешь, а он сзади на них попадает. Я думаю, что вот именно для того, чтоб сваливать, да. Или когда два приблизительно по ним по маневренности одинаковых корабля, не пытаются эту игрушку перекрутить, тоже я думаю, что мины подойдут. Так, купили. Идем к нему. Покачаем, если это будет возможным, конечно. Вот, мины качнем. Вот так, механические отходы. Здесь что? Механические отходы. Фосфор. Вот, за фосфор можно покачать 37 штук его. Это никель можно покачать. Давай на никель и качнем три раза. Что это? Прочное крепление. Но мне не принципиально, я все равно устанавливать не буду. Мне именно, чтобы он следующего инженера открыл. Я думаю, что после него кто-то есть, потому что, по-моему, этот инженер, он появляется первым, сразу известен. Соответственно, после него цепочка инженеров должна какая-то идти. Не дошла до бонуса. Какие могут быть бонусы? Взрывающие, вызывающие перезагрузку боеприпасы. То есть, экспериментальная припаса, преобразующая часть урона взрыва в тепловой, но снижающий боезапас. А, ну, греет корабль, я так понимаю. Или по щитам. По щитам, наверное, в тепловой, если. Так, здесь перегружающие щиты при попадании напрямую в поражающий щитогенератор. Это по модулю урон идет. И, видимо, по щитам хорошо работает. В принципе, неплохо, да. И он дестабилизатор. Вызывает сбой в двигателе цели. И перезапускает его. Тоже неплохо. Это очень неплохо. Слушай, это, в принципе, если поапгрейдить магазин, и если этот бонус упадет, то есть большой боезапас будет. И, как бы, неплохо такими воевать. Но, известно, что это расходники нужно будет покупать. То есть долго на ракетах не пофармятся. А в ПВП, я думаю, они найдут свое место. Так, снаряды выпущены из орудия с этим экспертальным улучшением. При попадании покрывают цель энергетическими частицами, увеличивающие ее сигнатуру. А, ну, то есть дальше видно, да. Однако из-за этого изменения орудие обрабатывает больше тепла. Ну, то есть мой корабль греется, но мой противник не уйдет, если уйдет Сайленс. То есть я его все равно буду видеть. Если я все правильно понял, то именно так работает. Раму блокирующей кассеты. Так, ну, я так понимаю, что надо перезагружать ФСБ всех целей, оказавшихся в зоне взрыва. Ну, я не думаю, что толпа будет от одного сваливать, поэтому это, мне кажется, бесполезная вообще штука. Светящиеся кассеты. Так, значительно нагревающие все цели, попавшие в зону поражения. Кроме того, на некоторое время вызывает сбой в работе сенсеров. Однако, снимает общий боедопас орудие. Ну, тоже так себе. Так, повторим попытку. Это второй раз закрутим. Так. Давай уже. Так. И здесь. О, вызывающая перезагрузка выпала. То есть я щелкнул, пропустил вот это все, что там крутит там. Так. Три раза мы крутанули. Так. Вот теперь давайте ракета посмотрим. Вместительный магазин тоже. Механические отходы. Легкая крепления. Вот можно вот это крутануть. 14-й. Ручное крепление. Вот лучше вот это крутануть, да? Никельщик-излечатель. Вот крутанет. Не посмотрим, что у ракет какие могут быть бонусы. Ну, я так понимаю, что мина, она работает не только в корабль, в который попала, а по площади. То есть, когда к ней приближаешься, она взрывается. Так. Посмотрим у ракет что. Вызывающую перезагрузку. Так. Часть урона от взрывов тепловой, то есть по щитам. Замедляющие боеприпасы. Нарушающие работы системы выхлопных газов двигателя. Цели и временно не дающие увеличить тягу. То есть, я так понимаю, либо тягу, но интересно, бустануть можно. Если он буст сбивает, то в принципе нормально. А если тягу увеличить, то можно уже бустануть, да и все. Так. Термический залп. Взаимодействующая с щитами. При взрыве значительно нагревающая цель. Не знаю, что взаимодействующая со щитами. Но, видимо, если по щитам попадает, то греет цель. Не писем на это полностью по барабану. Пвп может и показывать. Так. Несенные боеприпасы. Так. Ряды выпущенные из орудия этим экспериментальным улучшением. При попадании покрывают цель энергетическими частицами. Увеличивающие у него сигнатуры. Ну то же самое, что и с ними было. Работает больше тепла оружия. Так. Давай еще два раза крутанем. Ну. Еще разок. Так. Третий уровень нужно покрутить. На минах посмотрим. Третий уровень. Да там другие ресурсы уже будут. Вот у что. Потерять. Как не это ресурсов. Нету. И посмотрим. Ракеты теперь. На третий уровень. А. Вот есть. То же самое. Тратится. А вот здесь. Не обе. Не обе. Не будем тратить. Всего три штуки. Давай вот это тогда покрутим. Все таки поделитесь. Это мы крутим улучшение скорострельности. А нам не надо три раза. Крутить. Мне кажется сейчас. После первого раза. Да. Посмотрим. Приглашение от сержанта. Так. Убираем. Приглашение от бирса деккера. Еще два. Я думал одного только открыли. Но это замечательно. Посмотрим. Что там за сержанты. Магнитные снаряды. А. Ну это я лоханулся с снарядами. Это дроны. А не. Не рельсовые пушки. Что там. Данные анализа аномального поведения щита. Анализы аномального поведения щита. 75 штук. К этому парню можно лететь. Или они будут называться именно данные анализы. Данных анализа нет. А вот это и есть. 75 штук. Я думаю что это оно и есть. Магнитные снаряды. Орудия. То есть каких-то дронов оно улучшает. 50 штук. Можно к нему слетать. От нас 120 лет. То есть 4 прыжка приблизительно. Так. Рам тах. Этот был открыт. Засекреченная база данных сканирования. Вот этого по-моему у меня нету. Засекреченная база данных сканирования. А. 12 штук есть. Так. Кто еще. Вот. Брисбекер. Лори Джемисон. А. Это была открыта. Ну. Доступна. Боевой ранг. Да. Опасно. Это еще 10 процентов докачивать надо. Так. А в этом что нужно? Боевые контракты. На сумму 10 миллионов. Боевые контракты. Боевые контракты. Мало. Мало. Это я так понимаю что и к шмарку молитвы то же самое. Где он? Боевые контракты. Да. Этому на миллион. Этому на 10 миллионов. Это вот декера. Да. ФСД перехватчики. Двигатели ФСД делают. Вот двигатели мне интересно. Бабуля вот досящая. этого уровня и крутит а вот здесь это не интересно потому что фсд еще делает и вот этот парень и кто-то еще там интересненько вот это стоит покачать но 10 лямов это долго рам так что но база данных сканирования так это вот давай к этому полетим что он магнитный снаряд и орудия делать у нас есть ресурсы длину сейчас откроем на карте его и к нему слетаем посмотрим что он может так вот он так летим топлива хватает все нормально отправляемся так сколько прыжков что так он делает еще и орудия это вроде орудия на посмотрим но там скорее всего боекомплект эффективность наверное как у всех пройти джорджей и там наверно будет на выбор работать по корпусу или по счету типа как с дробовиками я думаю какие улучшения будут ну и как у всех орудий скорее всего будет легкое крепление прочное крепление такие вот штуки мы сейчас все узнаем посмотрим фреймшит драйв чарджи и 3 2 1 2 3 2 2 3 4 3 4 так это будет крайний прыжок на но это голубого цвета звезда будет по-моему я здесь получается не был очень рада хотя это я так понимаю ну в обитаемом пузыре находится так нет ни голубая белая звезда нет ни голубая белая звезда за сканируем так маленько отличие и посмотрим на карту системы так вот здесь у нас находится инженер одна есть станция большая мы летим к инженеру опять текстуру не рисует на поле все находится инженер все погнали так 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 что 3 6 секунд ну не так уже далеко В отличие от того же Марка Квента, по-моему, сколько к нему, 10 летит или 5, ну не помню уже. Это замечательно, я думал, что как бы придется еще что-то делать для этих новых инженеров, ну для вот того, конечно, да, 10 лимонов это очень долго воевать и получается, что на халяву бесплатно балансы сдаешь, не понятно кому. Но с другой стороны 10 лимонов можно просто набить на миссиях, по доставкам, перевозкам, полетать по обитаемым пузырям, часто миссии хорошие дают. Я еще не возил пассажиров, вот думаю, не знаю, на Anaconda кто-то может поставить, ну ковид-компанию или как они там называются, попробовать какое-нибудь задание выполнить. Хотя хотелось бы, конечно, на Anaconda, я не знаю, встанет там или не станет, одного взять пассажира какой-нибудь на пару лимонов куда-нибудь прокатить его. Просто интересно посмотреть, что за миссии такие с туризмом. потом еще видел миссию уничтожить беспилотникам вражеских беспилотниках. Если я все правильно понял, то это нужно ставить себе этот истребитель на борт и вокруг базы, в общем, наземной с ним летать, ну на нем, и им, короче, пинать вот этих дронов охранных. Но это только предположение, я не брал эту миссию и не проверял. Хотя, с другой стороны, по миссии считается факт, что ты убил беспилотник, то есть можно и на ровере, можно и с дробовиков или с ракет с воздуха опалить. Что, он замедляется-то, я, конечно, его давлю. А, тут вон этот газовый гигант рядом, вот из-за него замедление происходит. А, там две планеты, такие маленькие, как луна. Да, вон две. А мне на которую? Мне вот на самый маленький, вот что-то дернулось график опять. Это какой-то вообще даже не планета, прям, ну, форма неровная. Тут нужно помедленнее заходить на посадку. Интересненько. Не, я видел раньше такого, но не приземлялся. А так, интересно, если где-нибудь, чтоб на горизонте, вот это, которая покрупнее была. Я думаю, очень красиво будет. Что-то разогнался, если тормози, 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 тормози. Так, надо более острый угол брать, пролетим маленько. Каждым новым инженерам какие-то сложности появляются. Все, хорошо. Он уже на другой стороне, давай разворачиваться. Так, вот, туда летим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, все сбавляем. Да, с этими посадками, с планетами, интересно, конечно. Ну, очень маленькая планетка. Застанем. Вот, что-то признало. Под признало маленькое. Ну, не, корабль действительно раскачивает. Он там где-то в яме какой-то, что ли, понятно. В ущелье он. В ущелье идет типа каньона. Георгийforce Где-то уже был такой, ну, наподобед. Эту за усилию. В ущелье. вон наша подвечаевая площадка я думаю вот по этим мостикам можно на ровере поездить но сейчас я это не буду проверять сколько всего таких инженеров что-то я пока не понял и аккуратненько вот так вот приблизительно от ангара посмотрим на ангар ну да то же самое у них у всех одинаково ангара но тут вот трубы по-другому расположены лево так мы смотрим службы космопорта заправимся сразу так вот отчет запасы я что-то тратил что ли не знаю а ну я заправился так и ждем к инженеру ему можно прокачивать баунти и исследованиями можно к нему прокачивать ну судя вот по этим двум пунктам что можно прокачивать не только как я пустую ресурсы прачу но и получается исследование моему так он делает орудия до 5 уровня магнитные снаряды для топлива ну дроны электромагнитные пушки вот это мне уже интересно магнитные снаряды для геологоразведки для взлома трюма для сбора это очень неплохо для копателей которые любят эту тему и орудия до 5 уровня это замечательно начнем с электромагнитных кусок ну второй уровень да так механические отходы это вместительный магазин размер боекомплекта 100 процентов а если по третьему уровню а и максимальный боекомплект я так понимаю что сколько в обоиме до увеличиваются два максимальный боекомплект сколько всего у тебя ну зарядов а если третий уровень боекомплект не меняется меняется только максимальное количество снарядов увеличивается масса увеличивается время перезарядки и увеличится энергопотребление Кстати, перезарядка аж до 61% Может увеличиться То есть это очень медленно Но в силу того, что в обойме больше патронов Ну не знаю Кому-то может это подойдет Может быть я себе такую штуку сделаю Посмотрим Так, легкое крепление Ну соответственно, жертвуем целостность Уменьшаем массу, улучшаем электропотребление Уменьшаем А также тягу с капаситора До третьего уровня Ну просто параметры увеличиваются Хотя вот в целостности От 0 до 60 То есть здесь мы вообще можем не потерять целостность В принципе А здесь в любом случае 20% мы минимально теряем Но зато массу мы снижаем сильно Так, дальнобойное орудие Радиус полного урона Так и не знаю, что это за хрень Но тут такие бешеные проценты Как будто это очень круто Ну и максимальная дальность Ну в принципе он же как снайперка работает Поэтому это неплохое улучшение Урон в секунду, урон Это малого радиуса Дальность уменьшает Ну если сильные проблемы с прицеливанием То можно вот это ставить улучшение Зато как бы стреляешь недалеко Но урон бешеный будет Плюс если его улучшит То третье уровни А здесь еще тепловую нагрузку увеличивает Это уже художе Так, прочное крепление Ну целостность увеличивается Бронебойность Снижается тепловая нагрузка Но масса увеличивается в два раза То есть два Ну чуть-чуть Так, давайте Что у нас тут Этих 16 ресурсов О, 37, да? Фосфор Давай я три раза круто А, нет уже у нас их У нас стоит только Магнитный снаряд для сбора Так, а что тут еще? Орудие Можно маленькую пушечку поставить И маленькую электромагнитную Сейчас у него посмотрим В магазине их ли есть Так, это В хранить Ой, блин, я не снял их Елла Забыл снять Это продать Придется вернуть А зачем возвращаться? Можно их заказать Я не думаю, что дорого будет Перемещение на станции Так, вот возьмем орудие Одну маленькую О, еще и турелька Ну, пускай турелька Так, а сюда вместо ракеты Поставим маленькую рельсину Я вот, кстати, маленькую ни разу не видел Как выглядит рельсина Второго размера ставил А, ну, приблизительно так же Только как-то Чутка по-другому Ну, честно Идем, посмотрим Так, давай электромагнитную Попробуем Ну, получаемые Так, так Вот Это крутанем Легко креплен А, ну, еще посмотрим Что еще есть Вот 40, да? Сера Это дальнобойная Вот как раз и посмотрим На счет массы Крутанем Даже в плюс 2 Может масса уйти Ну, сразу, естественно На максимал Да, ничего тут особо не поменял Урон, урон добавил Еще по 3% Так, что здесь Какие могут быть улучшения Ответный залп Так Механизм зарядки рельсовых снарядов Позволяющий влиять на работу Считовых ячеек При попадании по цели Использующий счетовую ячейку Повреждает ее И снижает скорость Остановления счета За счет уменьшения Наносимого Снарядами малого Калибра урона Ничего не понял А, если Противник Заюзал банку Он повреждает И снижает скорость Остановления Вот чего Понятно Плазменные и рельсовые Позволяет Преобразовывать Топливо корабля В плазменные снаряды Но снижающие урон От орудия Ну, короче Из топлива Делать снаряды Можно, да? Модуль Сверхпробития Пробивающий корабль Насквозь Поражающие все модули Оказавшиеся На их пути Данная модификация Замедляет Процесс перезарядки Вот это неплохая штука Но тут Важно знать Насколько Замедляет Процесс перезарядки И Действительно Прямо насквозь Пробивает Повреждает все модули Это хорошая штука Особенно если Стрелять по анаконде Она же длинная Ну, по любому Длинному кораблю Там как раз Все модули Будут повреждать Это очень неплохая штука Но я так понимаю Что по счету Она будет работать Как обычно Рельсы Так, один раз крутанули Еще два раза крутим Я ждать не буду Сразу Еще крутим Ну, вот тут С массой чуть помимо В ноль машу не вывезти Как понимаю Это редкая удача будет Так Давайте Реорудия посмотрим Эффективная Урон может быть Или на плюс 4 Или минус 1 Тепловая нагрузка Снижается Прилично снижается Урон в секунду Четко увеличивается А если пятый уровень Здесь все в плюс Это отличный рецепт Мы закрытим чертеж сразу Может быть Куплю когда-нибудь Орудие Хотя я ими один раз Пользовался В общем Мне не понравилось Но я фиксами пользовался Если На кардане Я думаю Очень неплохо Будет по модулям Не чемалять Так Тут что тратит У нас Сера Вместительный магазин Резмер боекомплекта Максимальный боекомплект Тоже неплохо Но сразу увеличивается масса Время переварядки Можем крепление Так Так Легкое крепление Жертвам силов Ну как и на всех других Дальнобойни Ну это Я думаю Для этих снарядов Не тема Потому что Он же стреляет Именно в ту точку Которая будет находиться Корабль На момент выстрела Но если корабль Изменит свою траекторию То есть ты уже не попадешь Но единственное что Конечно Увеличивает шанс Попадания Скорость выстрела Увеличивается Так Усиленное оружие Лучше Лучше Скорострельность Вон Секунду Скорострельность Колебания Увеличивается Бластер Малого района Ну тут понятно Мощность Взамене Дальность Прочное крепление Вот сейчас Покрутим Прочное крепление У меня этих присутствий Нормально И посмотрим Может он нам тоже Инженер какой-нибудь откроет Я вообще не знаю Сколько их всего Я на Каком По-моему На их сайте Смотрел Там вообще Даже Нету некоторых Которые у меня уже открыты То есть Я больше На эти сайты Не лазил Не смотрю Даже Так На орудие Мы Не смотрели Да Автоматическая система Заряжания Так Уменьшающий боезапас Но автоматически Перезаряжающий оружие Работает даже Во время стрельбы Неплохо Усиленные снаряды Небольшие Небольшие Разрывные снаряды Которые мощно Взрываются Сбивают Сельскурсы Ну в общем Отталкивает При установке Снижает Точность орудия Отталкивает Корабль Видимо Если мелкий Если попадет По мелкому Из этого орудия Но его Крутанет пару раз Ну да Хотя Так себе Рассеивающие Поле Снижает Официальный Непрямой урон Но позволяющие Временно Взбить Наводки орудия На карданные Подвески Интуральные Остановки Ну это Тоже самое С чапом Можно выпустить Я думаю Такая штука Умные боеприпасы Так Снаряды будут Самоуничтожаться В случае Приближения К кораблям Не являющимися Целью Бесполезная Хрень Так Модификация Бред Не вижу Модификация Преобразует Часть урона В обзрывной Благодаря чему Снаряды могут Повредить Сразу Несколько Внутренних Модулей В случае Пробития Корпуса Однако При этом Приходится Жертвовать Скоростью Атаки То есть Снаряд летит Медленный И термический Залп Экспериментальные Байперпасы Взаимодействующие С щитами При взрыве Известительно Нагревающая цель Ну По щитам То есть Можно тоже Этими долбить Ну Так себе Вот Система заряжения Хороший Хороший Повторяем Еще Два Раз Да Еще Защищенная Прочие 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 Называет Это Обреченная Ну Уменьшает Массу Уменьшает Целуху В принципе Сами они не ломаются А стрелять Выцеливать их Специально Никто не будет То есть По сути Это нормальный Рецепт Тем более Если крутонуть На пятом уровне Он Аж на 80% Масса Немножит Ну Это Если Максим 70 Хотя Небольшой Разлет В принципе Нормальная Тема Усиленная Но Эта Масса Увеличивает А Целуху Увеличивает Увеличивает Массу На пятом Уровне Очень Неплохо Но Кому Это Нужно Защищенно Так Ну Тут У меня Только Три Не буду Крутить Может Один Раскрутану Посмотрим Другие Так На орудиях Смотрите Уровень Что Можем Крутануть Так Тоже Три Исключительно Из-за Шифрованной Дамы Здесь Не Увладим Тоже Блин Три Вот Вот Это Можно Крутануть Получение Скоро Смотрим Смотрим Три 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 Так Отказаться Четыре А Ничего Нам не дал Доступ К другому Магниру Да Ничего нет но и все дальше не крутим давай на орудие наверно так электромагнитные пушки что он там делать по моему был какой-то другой инженер который в четвертом уровне уместительный магазин массовыми перезарядки власть мало воробьев хрень какая-то приметительный магазин только единственность можно сделать масса сильно увеличивает время перезарядки увеличивает энергопотребление нет 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 давай лучше когда орудия какой не закрепим чертеж мало ли захочется ну и эффективное орудие естественно но на этом я прощаюсь спасибо за просмотр смотрите следующей серии